Знаете, на ютубе последние годы популярен такой жанр, как копропо... ой, то есть короткий летсплей. Ну нравится людям смотреть, как игру, которая проходит со часов 40, проходит минут за 30. Ну я подумал, а чем я, собственно, хуже, и вот представляю вам самую сложную игру, которую я когда-либо видел на земле. Ой, это что, очередной соус лайк? Боже, позор тебе. Неужели ты не знаешь, что когда-то давно, а именно в 1988 году, существовала серия платформеров под названием... Боже, да кому не поебать, что там было. В общем, есть такой охуенный японский геймдизайнер, как Итагаки. И популярен этот тип тем, что он сделал самый сексуальный файтинг в истории, а именно Dead or Alive. И если вы никогда не слышали про эту игру, то это нормально, ибо популярности в России файтинг не заимел, в отличие от извращенных пиндосов, которым трясущиеся сиськи очень даже зашли. Тфу на таких. Ну и как-то раз в серии появился такой персонаж, как Рю, который являлся отсылкой на тот самый платформер и настолько малолетним дурачкам понравился этот ниндзя, что Итагаки решил сделать про него отдельную игру с классическим названием Ninja Gaiden. Если кратко, эта серия игр может дать на ротан любому любителю соус, ведь в свое время она ебала по сложности абсолютно всю индустрию. И почему же тогда про эту игру никто не слышал? Да, потому что она вышла на ебучий Xbox и до поры до времени являлась его эксклюзивом. До поры до времени, пока на серию не получил права один уебан и не выпустил Sigma-версию. И она уже вышла на PS-ку, и эта версия среди фанатов является мега отстойной. Но мне поебать, ибо я буду играть в ремастер на ПК, за основу которого и взята версия Sigma. Ой-ой-ой, не прочувствуешь игру, ведь ее сделал гениальный Итагаки, а Sigma это просто говно. Ну, во-первых, мне влом ебаться с эмуляторами, ведь лучше ебаться с мужиками. А во-вторых, ну, мне похуй. В общем, начинаем играть и сразу вставляем сложность Hard, ибо я не пусечка и уже немного наиграл в эту игру, чтоб на ролике не выглядеть как полный лох. Текст перемиссии не рассказал ничего важного, и игра тут же погружает нас в эстетику ниндзя. Знаете, я долго пытался проанализировать этот момент, понять, почему ниндзя в коричневой пижаме просто стоит и не вдупляет, но именно тогда я понял всю гениальность Итагаки в плане нарратива. Ведь ниндзя должен быть тихим даже для своих, и потому если ему нужно сорочно пропердеться, он просто куда-то отойдет. Кхм. В общем-то, на таком микрокаринже игра начинается, и без лишних слов подводит нас к мысли, что твоя цель просто хуярить противников, и все. Подвигаясь далее по левелу, из ниоткуда будут прилетать кунаи, которые будут пояснять нам, как паркурить, как драться, ну и так далее. Еще мясо и полноценный паркур в стиле Принца Персий. Объективности ради, стоило бы вам рассказать про боевую систему, но сделаю я это чуточку позже. А пока давайте остановимся на врагах. В этой игре их доебели фени, и каждый из них будет вводить вас из себя, как в первый раз, кроме этих белых ниндзя. Да, в первый раз вы офигеете от того, какие они прытки, быстрые, но скоро вы адаптируетесь, и они будут вам казаться, ну, единственными такими врагами, с которыми вы можете отдохнуть. Входя в замок ниндзя, наших белых друзей становится еще больше. Вы уже начинаете охуевать от динамики игры, а самое, блядь, главное, от камеры, которая на открытой территории ведет себя просто поебнутому, но стойки оказаться в четырех стенах. Ох, ребятки, такого, уверяю, вы не видели ни где. В замке мы находим статую, которая сжимает в руке ключ. А что это значит? А то, что нинджа гайден повелся на модную тенденцию игр нулевых. Бэктрекинг. Сначала найди маску для статуи, возьми ключ, и только потом ты пройдешь дальше. И эта схема по ходу игры будет только прибавлять в слоях, то есть его движений, за которыми стоит банальная цель трижды, а то и четырежды использовать одни и те же локации, но при этом продвигать игрока по сюжету. Да, он как бы тут ловко скрыт, ну, примерно как в DMC3, но общая картина остается неизменной. Кхм, да, я тут как бы очень многое затираю про игру, потому что левел, за исключением концовки, такой жиденький. А сюжет вы так и вовсе не получите, пока не победите первого босса. В общем, выходим мы на мост за замком ниндзя. И поздоровайтесь, самые сложные, на мой личный взгляд, враги в этой игре. Ниндзя клана Паука. Да, на мосту их пока двое, и возможно, вы даже не прочувствуете всю их мощь. Но, проходя дальше, вы встречаете целую араву этих уебанов. Взрывной кунай, комбо на полхп, захват, ненормальная для моба скорость, постоянные уклонения, ну и, само собой, пробивание блока. Это, в принципе, все, что они умеют. И нет, они не пользуются этими способностями раз в минуту. Взрывной кунай, это мразот и кинет тебя, как только окажется достаточно далеко. Чуть порвав лил с таймингом уклонения, лови комбулю на полхп, а если тебе мало, добьем захвата. Ну и, само собой, после таких удальцов, игра знакомит нас с первым боссом. Микеланджело. Неожиданно пиз... Какой-то дед. И, чтобы его победить, вам нужно поймите абсолютно все, чему вы научились за первой игровой марию. А, чему вы, собственно, научились. В общем, как и любая сложная игра, она требует от игрока особого внимания к себе. В Нинджи Гайдене игра дает контроль буквально над каждым действием рю. И то, насколько удачно вы реализовываете свои действия и решает исход боя. Поребал тайминг уклонения? Пошел нахуй. Забыл комбо? Пошел нахуй. Не можешь навести соском правильно, чтобы исполнить рассечение ниндзя? Ну, игра 2004 года. Импуда тут иногда это просто пиздец. Помимо всего вышеперечисленного, рю имеет интересную механику чарджа. Стоит вам зажать треугольник, и рю будет томно-долго заряжать свой меч. Но стоит на поле брони оказаться в какой-то сферке, что выпало с нашего врага, как она тут же притянется к рю и зарядит наш меч, что позволит провести мощную атаку. А где же каноничный для почти любого слэшера дайвил триггер? Ну, тут ему придумали альтернативу. Нимпа. По сути техника из Наруто, которая проводит просто мощную атаку. И в глубине тут есть что поискать. Отмена анимации, применение паркура во время битвы, чтобы повышать урон. Что же касается деда, то этот пердун доставит вам достаточно проблем. Даже на нормале. Этого черта вы пройдете, дай бог, с пятого трая. Дед не любит, когда в него спамят атаками. Если вы долго стоите вдали от него, дед тупо бычет на вас. Всегда может показать, как забрасывать вас на прогиб. Ну и само собой, гениальное дизайнерское решение подсосы. Да, каждый босс имеет под рукой подсосов. И да, это можно оправдать тем, что эти подсосы позволяют быстро зарядить меч. Но, во-первых, не все боссы поддаются чарджу. А, во-вторых, забегая наперед, тут есть стейдж боссы, которых нужно пиздить по одной конечности. И, короче, все это выглядит как геймдизайнерская потенция. Благодаря полной концентрации и реализации каждого своего движения на максимум, будучи мотивированным тем, что в случае проигрыша вам придется сражаться вновь с ниндзя-клана-паука и тем, что после деда нам наконец-таки дадут вникнуть здесь в сюжет, мы побеждаем. Жили-были как-то два меча. Меч дракона и меч темного дракона. Оригинально пиздно. И, в общем-то, хранился этот меч в деревне Хаебуса, где проживает наш главный герой. Рю Хаебуса. Да, не назвал бы я сына Рю. Вот кто такой Рю? Да хуй его знает. А вот Ромчик, ну это уважаемый человек. За пивом сходит, телок приведет. Да и что там, не откажут вам в партейке в доту. В общем, Ромчик должен был начать обучаться обращению с дракони мечом. Но, как оно обычно бывает, врывается в айфу по версии игроков Иксбокса из 2004 года и сообщает, что на деревню напали. И заранее оправдаюсь, я не извращенец. Просто поверьте, для ведущего геймдизайнера ее сиськи куда важнее, чем здешний сюжет. Так что, кто я такой, чтобы перечить маэстро? Ну и само собой, мы на всех парах спешим в деревню. Тут-то нам и дают наше первое нимпо, Огненное Колесо. Но, проспойлерю, я очень скоро поменяю его вот на эту огненную сферу. Перед деревней нас встречают самураи в черных доспехах. Про них особо нечего сказать. По мулсету они почти как белые ниндзя, так что просто мясо. В самой деревне самураи становится еще больше, а им на выручку спешат маги с сайами. Достаточно бесячие враги, так как таймик уклонения от их снарядов крайне труден для освоения. В общем, Ромчик всех побеждает и идет дальше. В одном из домов натыкаясь на нашу крошиху, которая говорит, мол, посмотри на мои сиськи, они физичные, а что тебе еще надо, блять? То есть она предупреждает нас о каком-то темном самурае в темных доспехах, с которым Ромчику не стоит сражаться. Принято. Далее игра знакомит нас с конихами ебанными. И я бы мог вам долго расписывать, почему эти враги это самый что и на есть пиздец. И даже во втором левеле у вас уже будет возникать желание дропнуть игру. Но я нашел свою авторскую технику борьбы с противниками на каком-либо транспорте. Ебажешь одного, а потом с фулл чарджа мечом добиваешь остальных. Изи строта. И вот мы добираемся до моста, который охраняет внезапно тот самый призрачный гонщик из первого фильма. В принципе босс несложный, вас могут просто задушить маги. Ибо босс изи ловится на чарджанную атаку, а ее очень любят сбивать маги. И в принципе ко второму-третьему траю я управился. Ну и тут Ромчику следует пройти через пылающие датью его семьи. Но не время лить слезы, пора ломать ебанники. И после того как сдохла вот эта телка, я вообще не ебу кто это. Если есть интеллектуалы, то черканьте коммент. Ну и собственно на сцену вываливается а-ля главгад этой игры. Доку. В руках у него тот самый меч темного дракона. И Ромчик не вывозит. И по канону проигрывает это сражение. Ну и тут Ромчик прям переосмысливает все. Надевает обтягивающий латексный костюм. Блещет пафосом. Ну и отправляется по следу Дуку прямиком в империю Вигр. А путь туда лежит только через воздух. Потому следующий левел будет на дирижабле. И так как здесь бэктрекинг уже показывает себя в полной красе. Кратко. Я молясь пошастал, нашел карту корабля и тут же игра показала двух новых противников. Белого солдата и черного. Отличаются они тем, что черные еще могут тебя в захват брать. В принципе враги не сложные, бесят только постоянной пальбой из пистолетов. На этом левеле я уже чувствовал себя более уверенным, потому головы летели только так. В центральной комнате меня никуда не пускали без айди карточки, так что пришлось ее искать. Я поспускался на лифтах, попиздил солдат. Из одного из них выпала карточка, которая даровала мне проход почти куда угодно. Я тут же открыл тайничок с двумя клинками и да подавятся хуем любители оригинальной игры. Не насрать, что вы считаете, что два клинка имба. А играми позволяет мне ими играть, я играть ими и буду, вот мне так нравится. Все же я купил всю коллекцию игр за 2000, не для того, чтобы просто упускать мне какой-либо контент. Только потому, что он не экономичен. В общем-то пробираемся в двигательную, где мы все хуярим и теперь нам нужно срочно выбраться на крышу этого дирижабля. И естественно по пути нас ожидает толпа мяса, а я в принципе и не против. В этой миссии очень приятно нарезать противников. Но вот босс, ох господа, жирная бронированная мразь, которая то и дело спамит вас выстрелы, стоит вам приблизиться, как она сразу же захочет взять вас в захват или в упор стрельнуть с тесла пушки. Охуенно. Что в первом моем знакомстве с игрой, я тут просидел Трайв 10, что сейчас? Я так и не понял, как по уму его проходить. Проблема еще заключается в том, что за свои ошибки по ходу левела ты расплачиваешься в конце. Когда хилок уже нет, никто тебе лишнего не подаст. Вот такие они, олдскульные игры. В общем, после поднющих Трайв, после которых моя психика вновь сдвинулась немного не в ту сторону, я таки победил это чмо. Игра позволила мне насладиться катсценой, где Рю нисколько не пафосно катается на линиях электропередач и наконец прибивает в столицу империи Вигр, Тайрон. Собственно, на улочках этого города в нас будут поджидать абсолютно те же солдаты по муссету, только теперь они выглядят так, будто они сбежали из киберпанка. Также я здесь нашел посох, но пользоваться им не буду. И первая важная точка, которая посетит Рю здесь, это Магас Деда. Отличный повод рассказать вам про экономику в этой игре. Собственно, за сферой, что падают с врагов, Ромчик может покупать хилки или грейдить оружие, что будет открывать доступ к большему количеству комбо. Но не менее важной валютой является Скоробеи, которые скрыты на лавалах. И за их определенное количество нам будут давать уникальные награды. Это может быть что угодно, расходники, комбо или даже оружие. Ну и по канону Игр Нулевых мы должны молясь про шароёбить локацию в поисках рычага, который открывает нам дверь туда, куда нужно, а именно в бар. И собственно, на одной из лучек этого злополучного городка игра демонстрирует нам кошка-девочек, достаточно бесячие противники, которые обладают какой-то невероятной скоростью, внося приличного урона и могут взять вас в захват только с рывка. Но в принципе, если особо не выпендриваться и ловить их на быстрый удар, и в скором времени они не будут для вас проблемой. В общем, нашёл я этот трижды проклятый рычаг, а между делом мне дед подогнал и зона дроп. Комбо, которое чем-то самую малость напоминает вот этот приём Рока Ли. Но в игре делать его забавно, красиво, да и урона вносит прилично. В общем, после очередного свидания с кошкой-девочками, наконец добираюсь до бара. И тут меня встречают байкеры, и с ними танктика в принципе как с конюхами. Отличие лишь в том, что они вносят дамага побольше. И далее происходит катсцена, после которой я всегда себе говорил. Так, Ваня, с этого момента нам похуй на сюжет. Просто забей и наслаждайся игрой. Но так как вас не всех зовут Ванями, придётся наконец вникнуть, что тут вообще происходит. В общем-то, мы встречаем Рэйчелу, охотницу на демонов. И она поясняет, мол, люди становятся бесами, причём не важно, грешна ли была душа человека. Но нам ровно как Ромчику насрать. Мы тут пришли за головой Дуку. Ну тут Рэйчел, молясь, упоминает, что Дуку как-то её сестру спёр. И просто съёбывается. На сцену выкатывает своё рыло какой-то стремноёблый уебан. Подъёбывает Ромчика, что у него есть половые отношения. И также загадочно съёбывается. Очень много я узнал о сюжете из этой катсцены, просто охуенно. Ну и игра после такого решила дать нам расслабиться. И просто попялиться на ягодице Рэйчел. И если вам кажется, что это излишняя сексуализация женского персонажа, просто посмотрите на её походку, блин. В геймплейной же она намного легче, чем Рю. Во-первых, на квадратик у неё есть симбовая комбо. А во-вторых, её чардж-атака проводится по области. Из-за чего каждое сражение идёт по одному сценарию. Ты закликиваешь типа, проводишь чардж-атаку. Ну и повторяем, пока противники не кончатся. Ну и цель Рэйчел, так между делом, добраться до церкви. И найдя в каком-то переулке ключ, мы встречаем вот эти стремноёблые создания. И это достаточно интересные враги. Минимум потому, что они проваливаются под текстуры. И как на тебе по лицу. И уже их не получается тупо заспамить как солдат. Проникаем в монастырь и библиотеки, мы натыкаемся на старых знакомых. Ниндзя, клана, паука, ёб. Ну и Рэйчел реально имба, потому что ей намного легче справиться с ними. В принципе, мы можем жопой елозить по геймпаду, и любой левел за Рэйчел будет зачищен. Ну и короче, по итогу уровня узнаём, что мол давным-давно жили два племени. И как-то вот так произошло, что кровь их смешалась. И так, мол, появились демоны. Две сестры, Нича и Исхатор. Блять, нахуй эти на имена, короче. Ну, собственно, вот эти девчонки и породили расу демонов, которые находят свободу только в смерти. Вау, держу в курсе, пацаны. Ну а тем временем, пока вы осмысляете, чё я вообще сказал, Ромчик продолжает искать Дуку. Для начала надо было выбраться из бара. Утром в субботу, знаете ли, эта задача не из лёгких. На выходе вновь байкеры, но в принципе похуй. Короче, мы добираемся до локации, где недавно была Рэйчел. Но так как у нас нет ключа, придётся пробиваться через гинзи клана Паука. Ну а далее меня ждала просто охуительная арена. Сначала байкеры, с которыми худо-бедно я справился. Ну а потом хрен пойми откуда взялись эти краснокожие Годзиллы. Урона вносят прилично. Плюются огнём, да ещё и крутятся, как ебучий голубой ёж. Тут я нормально с ними потанцевал, разнёс одного с нимпа, остальных добил чарджами. Ну и как награда, Кацена с Рэйчел, где она подмечает, что Ромчик куда сильнее, чем просто человек. На что он отвечает, мол, дело не в проклятии моей крови, а в моих тренировках. Ну и Рэйчел это умело парировать тем, что, мол, её сестрёнка тоже имела проклятую кровь. Только вот стала не ниндзя, а ебучим демоном. Ну и тут по старой японской традиции появляется тельтаклеобразный монстр. Хватает бабу и начинается босс файт. И он достаточно жиденький. Босс легко ловится на чардж, попадает через раз, а моделька его буквально говорит, бей меня. В общем, изи босса и очередная катсцена, где стремно уёблое уёбище базарит с каким-то типом. И, собственно, ничего не поясняя, они делают намёк на то, что меч становится сильнее с каждым убийством. Угадайте, кто на самом деле злодей. Ну и следующая миссия, это прям апогень ниндзя-гайденской мысли. В общем-то, Брю заходит в монастырь с другой стороны, где меня уже поджидали кошкодевочки. Свидание с ними получилось такое себе, потратил почти все хилки. Но это была лишнеумелая прелюдия того, что ждало меня дальше. А дальше было сражение с Деппельгангером. Что он может? Да, всё, что можете вы, только круче. Он владеет вашим оружием, бьёт вас в теми же комбо. Тут ниндзя-гайден в очередной раз проверяет вас. Жёстко, непростительно проверяет. Но после рокового трая и победы над ним, вы, собственно, нихуя не получаете. И мне оставалось просто идти дальше. Я подобрал кусок какого-то монумента и взрывной кунай. Они могут разрушать вот такие стены. Собственно, на верхних этажах монастыря нам нужно отыскать какую-то книжку. И, конечно же, её охраняет кошка-девочки и какие-то летучие полудурки с косами. Разочек свидел, но по итогу всё же расправился с этой оравой. С этой книженцей я спускаюсь в храм, кладу книгу на алтарь и гроб, что был позади, открыл тайный проход, где меня сразу поджидали духи. По сути, безобильные твари, но если нападут толпой, пизда. Ну и игра решила немного за косплеить крэш бандикута, а я, собственно, и не против. И мы попадаем в огромную пещеру, посреди которой лежит труп дракона. Не буду душнить, я спустился на лифте к гробницам, там я нашёл священный грааль, но тут же восстали вот эти типа мумии. Враги так себе, долгие анимации, дохуя хп, но зато можно отбить им бошку и они не будут видеть, кого бьют. Поднялся, короче, навек, там был просто охуенный момент, где мне нужно было прыгать, но всё время стреляли лучники и я падал на самое дно. И вот, наконец-таки, я поставил грааль на место. И босс дракон. Несмотря на то, что я осил его со второго трайя, босс изичный. То и дело, знай, мутусь его по клешне, что находится в центре экрана. Атаки всего три, быстро к ним привыкаешь. Да и вообще, в этом файте я поставил себе шлем, который усиливает атаку и жертвует защитой. И дракон так и вовсе развалился за пару минут. В общем, парашный босс отправлен на парашу, а точнее на дно этого огромного сооружения. И на этом пока всё. Ребят, ещё осталось миссии 13. Не серчайте, я в первый раз делаю подобный видос. Не знаю я, как тут правильно выставлять баланс с душнотой, геймплеем, историей и так далее. Но надеюсь, вам это понравилось. Вследствие чего вы поставите лайк. Ну и пишите комментарии, я очень люблю их читать. Переходите на канал, там ещё больше видосов по играм. Ну и подписывайтесь на него, дабы не пропустить ролик, который выйдет где-то через неделю. Ну и само собой, давайте вновь вспомним о моих дорогих донатерах, которых я очень ценю и люблю. Ну и если ты хочешь к ним присоединиться, то проследуй в описании, где есть мой Donation Alerts. Минимум можно задонатить 10 рублей. И твое имя уже в следующем ролике. Всех обнял. До скорых встреч.